Друзья, приветствую! Ну что, поехали? Первый совет пригодится всем, кто, как и я, ленится смотывать удлинитель, а потом полчаса распутывает узлы. Если настала пора что-то менять в жизни, то почему бы не начать именно с него? Тем более, что понадобится всего-навсего дощечка и два крючка. Колодку будем крепить на доске, поэтому разбираем ее. Шурупы, по возможности, не теряем. Чтобы после того, как при шпандуре морозетки можно было все собрать назад, придется просверлить отверстие в доске. Сверлим отверстие под саморезы. Отлично! Можно собирать. С обратной стороны прикручиваем крючки. Теперь провод будет аккуратно свернут и не будет запутываться. Вот интересно, я один не выбрасываю использованные щетки? Если еще есть такие плюшкины, напишите в комментариях. Как оказалось, из ручек от щеток получаются отличные ручки для мелких инструментов, в частности, для надфилей. Отрезаем, откусываем и отпиливаем ненужные. Сверлим отверстие диаметром чуть меньше требуемого. Все трюки выполнены профессионалами. Вы избежали травм, пользуйтесь тисками. Далее греем надфиль. Лучше, конечно, над плитой. Далее насаживаем ручку. Приплавляется намертво. Попробовал снять обратно, не получилось. Как думаете, что можно сделать полезного из куска гуфрокартона и деревянных шпажек? Уверяю вас, получится неплохая штука. Нарезаем шпажки по длине картона. А далее вставляем в отверстие. И получаем отличную расческу. Этой штуковиной очень удобно копировать контуры каких-либо сложных форм. Здорово! Чем ровнее подберете палочки, тем будет точнее получаемый профиль. Из шприца и куска термоусадочной трубки можно сделать на скорую руку тубу для клея или масленку для труднодоступных мест. Просто усаживаем трубку и после остывания получаем наконечник, который можно подлезть практически в любое место. При нагревании будьте аккуратны и не заплавьте кончик шприца. Клипсы от полипропиленовых труб могут стать отличным подспорьем в борьбе с инструментальным беспорядком. В них хорошо удерживается большинство ручного инструмента, если использовать несколько типоразмеров. Да и стоят они копейки. Таким способом на внутренних, внешних стенках шкафов и дверках можно дополнительно разместить немало инструмента. Ну а теперь сделаем полезную штуку для гравера. Для этого понадобится небольшая пластиковая бутылка с широким горлышком. Откручиваем гайку и сверлим отверстие подходящего диаметра в крышке. Далее обратно фиксируем гайкой. Из горлышка вырезаем вот такой кожух. И закручиваем в крышку. Как вам ценник на заводской? Не кисло за такую фигню? Ну а теперь можно и протестировать. Надеюсь, вы не зря потратили время и хоть что-то оказалось для вас полезным. Будет супер, если напишите об этом в комментариях. Скоро увидимся. Удачи и добра. Субтитры сделал DimaTorzok